40 лет продолжается возведение больницы в поселке Верховина Ивано-Франковской области. Почему клиника стала стройкой века и в каких условиях сейчас лечат местных жителей, выясняли наши корреспонденты. Верховинская центральная районная больница. Вот это здание главный корпус. Когда-то она принадлежала польской полеводческой школе. Сегодня здесь хирургия. Рядом инфекционное отделение. Оно расположено в бывшей конюшне. В палатах уже давно буквально сыпется потолок. Там дождь падает, и уже что мы там не делали, и запинивали, и замальовывали, и замашивали. Все одно та стелина падает, и вот так не годится с этим дать никак рады. Но хуже всего ситуация в терапевтическом отделении. Эти два корпуса были построены еще в позапрошлом веке. Деревянный каркас разрушается, из-за чего по стенам идут трещины. Мы каждого года делаем ремонт, но не делаем, все равно стены проседают. Вот мы уже даже запинили, но все равно трескают. Запинивали буквально прошло несколько месяцев. Все равно далее. Стены как были, трещины как были, так и остаются. Некоторые трещины сквозные. В палате, где лежит Мария Григорьевна, прямо возле кровати, огромная щель. Работники больницы заделали ей монтажной пеной. Но с улицы, говорит женщина, все равно задувает ветер. Если бы не заткали трещину, то на меня бы был ветер оттуда. Холодно бы было. Тут не будет дуть, а тут пальцы лезут. Из девяти корпусов больницы, говорит главврач, сегодня только один пригоден для использования. Остальные давно подлежат сносу. Ни структура примещения не соответствует требованиям. Ни, скажем, ни санитарно-гигиенические условия, которые есть. Потому что санвузли у нас один на поверх. А требуется, чтобы в каждой палате был. И стоит вопрос о закритие этих корпусов. Они абсолютно непридатны для использования как лечебная установка. Пациентов мы не можем переселить. Единственный выход, говорят врачи, это переехать в новую больницу. Строить помещение уже начали. Еще 40 лет назад. Но вот закончить до сих пор не могут. Чтобы полностью завершить строительство, нужно как минимум 50 миллионов гривен. Кошты, которые бы имел район на спиофинансирование, на данном этапе не имеет. Но за счет денег областного бюджета, ну и можно будет с этим проектом идти на Державный фонд регионального развития, або через соцэконом-развиток, ну и попрошу эти деньги для того, чтобы эту лекарню побудовать и закончить, потому что она крайне необходима для жителей района. Правда, чиновники не исключают, что процесс выделения денег может затянуться на годы. А устоят ли до того времени старенькие корпуса нынешней больницы, прогнозировать не берутся.